Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами очередной тест-драйв. Тестируем вот такую вот тональную основу. Это у нас с вами великобританский бренд, который называется Rimmel. Сама тональная основа называется Lasting Radiance SPF 25, оттеночек 100 Ivory. Внутри у нас с вами вот такая вот обычная помпа, довольно интересный цвет крышечки, оранжевый, довольно-таки яркий, насыщенный летний цвет. Кстати, если присмотреться на бутылочку, то можно заметить, что внутри у нас с вами есть сияющие микрочастички. То есть эта тональная основа будет идти с таким, знаете, якобы натуральным свечением изнутри. Но мы, конечно, на этот финиш с вами подробненько рассмотрим и увидим, насколько он будет действительно сияющий и натуральный. Начну с того, что вкратце расскажу о своей коже. Если вы уже не впервые на моем канале, то вы прекрасно знаете обо всех моих недостатках. Но если вы заглянули первый раз, то у меня довольно-таки проблемный тип кожи. Она у меня жирная, склонная к воспалениям, к высыпаниям и даже к аллергическим реакциям. На моем лице всегда есть какие-то мелкие покраснения, какие-то мелкие прыщики, веснушки, расширенные поры, черные точки. Это прям такой набор недостатков, который, в принципе, есть всегда. Еще есть очень старые следы постакне. Но прям таких свежих, больших прыщиков у меня сейчас нет. Вроде бы все смотрится более-менее нормально. В общем, благодаря моим недостаткам мы сможем максимально подробно с вами протестировать эту тональную основу. Предлагаю зачитать небольшое описание к нашему продукту. Я покупала эту тональную основу на сайте Makeup. Там она стоит 202 гривны. Именно вот этот вот оттеночек Ivory. Это не самый светлый оттенок, но я не хотела брать самый светлый. Я думала, что для лета под мой такой небольшой уже загарчик самый светлый оттенок, возможно, не подойдет. Хотя Ivory, мне всегда этот оттенок именно в бренда Rimmel подходил всегда хорошо. Разрешается с 18-летнего возраста. Классификация Middle Market. Объем 30 мл. Сделана во Франции. Страна ТМ, Великобритания. Давайте теперь смотреть само описание. Я не буду прям все зачитывать. Зачитаю самое главное. Здесь крупным шрифтом выделена особенность Rimmel Lasting Radiance. Содержит уникальный комплекс активных минералов, витаминов и антиоксидантов. Питает и увлажняет кожный покров. Защищает кожу от загрязнений и от негативного влияния окружающей среды. Подходит для всех типов кожи. Предотвращает преждевременное старение кожи. Защищает кожу от солнечного излучения. Кстати, SPF 25 это в принципе очень даже хорошо. И все. Больше ничего такого у нас здесь не написано. Знаете, очень интересно, что не указано действительно какой финиш ждать от этого продукта. То ли же у нас будет сатиновый такой сияющий влажный финиш. То ли будет все-таки что-то приближенное к матовому финишу. В общем не знаю. Но скорее всего, что финиш наверное будет сатиновый. У меня от Rimmel есть еще три тональные средства. Вот такие вот. В синей крышечке это увлажняющая версия. Которая называется Match Perfect SPF 20 оттеночек Ivory. В плане цвета подходила мне всегда очень даже хорошо. Особенно в летнее время. В красной крышечке Lasting Finish 25 часов стойкости. SPF 20. Кстати, в синей крышечке у нас 24 часа стойкости. Тоже здесь 25. Оттенок у нас 010 Light Porcelain. Это самый светлый оттенок. И он мне абсолютно не подходит. Он очень светлый, очень белесый. Поэтому новую версию брать в 010 оттеночке Light Porcelain. Я как-то знаете, сомневалась очень сильно. Поэтому решила взять Ivory. И вот такая вот в серой крышечке. Самая любимая моя из этих всех четырех продуктов. Хотя правда не знаю как четвертый продукт. Может быть тоже понравится. Но именно из вот этих вот трех, то вот эта серая версия мне нравится больше всего. Она называется Lasting Finish 25 часов стойкости Breezeable. SPF тоже 20. Получается у нас у этих трех продуктов SPF Factor 20. Это очень даже круто. И оттеночек вот этого вот продукта номер 100 под названием Ivory. И этот продукт мне всегда очень круто подходил в плане цвета, в плане стойкости, в плане финиша. Я прям очень сильно люблю эту тональную основу. Она, кстати, очень бюджетная. И надеюсь, что четвертый вариант. Вот этот вот Lasting Gradients. Кстати, здесь не указано сколько часов стойкости. Если вот в этих предыдущих версиях троих, здесь везде 24-25 часа стойкости, то здесь ничего не написано. Как-то очень странно, но я надеюсь, что этот продукт будет не хуже предыдущих троих. Здесь, кстати, на упаковочке написано Anti-Pollution. То есть, это система антизагрязнения. Вкратце, как вам объяснить. Если вот эта вот тональная основа будет на вашем лице, то ваши поры будут защищены от загрязнений с внешней среды. То есть, у вас во внутрь кожи не будут попадать микробы, грязь, пыль, песок там и что-то еще. В общем, поры будут защищены и кожа тоже. Давайте, наверное, встряхивать, смотреть на текстурку. Итак, у нас вроде бы визуально это тональный крем, но текстурка немножко жидковата. Продукт капельку стекает вниз. Я люблю такие средства, которые не на лбухо такие, знаете, кремообразные. Не слишком плотные, это всегда хорошо. На запах пахнет, в принципе, неплохо. Такой, знаете, специфический аромат для вот этих вот средств. Они плюс-минус пахнут очень одинаково, даже немножечко ощущается запах спирта. Совсем-совсем минимально, но я слышу, что там внутри есть спирт. Оттенок, кстати, довольно-таки темненький. Вы знаете, оттенок айвори должен быть светлее, но этот оттенок айвори немножко такой темноват. Не знаю, подойдет мне или нет, но мне кажется, что для меня он, наверное, темноват. Ну, посмотрим. Буду наносить двумя способами. Кисть Кабуки от Люкс Визаж и спонж увлажнен водички от Блэс Бьюти. Вы знаете, могу сразу сказать, что эта тональная основа немножечко окисляется. У меня вот здесь вот старый свочек. Сейчас я при вас надавлю свежий. Вы посмотрите, что оттеночки действительно немножко отличаются. Вот смотрите, сверху вот здесь вот капелька, это свежий след. Вот это старый. Как вы видите, немножечко оттенок все-таки меняется. Не знаю, как будет на лице, но на руке действительно окисляется. Перемешиваем все, что у нас выдавилось и будем наносить. У меня на лице никакой базы нет. Я предварительно, как вы видите, никак лицо свое не подготавливала. Немножко увлажнила и все. Поэтому, как ляжет тональная основа, честно говоря, я еще не знаю. Будем приступать с кисти. Кстати, кисть у меня немножко подбитая, не совсем красиво выглядит, но на функциональность это никак не влияет. Вот эта вот часть никак не пострадала, поэтому я ею по-прежнему пользуюсь, потому что она мне очень сильно нравится. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Обязательно остатками с кистью проходимся вот здесь вот на шею. Немножечко стягиваем оттеночек вниз, чтобы граница тушевки у нас была незаметна, чтобы оттенок визуально смотрелся очень натурально. Что хочу сказать? Вы знаете, оттенок на руке смотрится очень темный, но по факту на лице и в сочетании шеи смотрится очень даже неплохо. Видно, что немножечко оттенок темноват, но в целом смотрится очень даже неплохо. С учетом вот этой вот стороны, где у меня есть покраснение и здесь, то здесь покраснения замаскированы, но при этом покрытие максимально легкое, максимально такое нежное, неуловимое и неощутимое. Еще, кстати, смотрю в зеркало, эта тональная основа абсолютно незаметна на коже, она прям невидима, как будто у меня тонального средства на лице вообще нету, но при этом кожа смотрится намного красивее и здоровее. Визуально первое впечатление очень такое приятное, честно говоря, даже немножечко я удивлена. Интересно, не знаю, конечно, что будет со временем, но пока визуально, конечно, кожа, безусловно, с правой стороны смотрится лучше, чем с левой стороны. Вот здесь вот, если вы видите, у меня есть старый след от большого прыщика и тональная основа никак его не маскирует. Вот здесь вот у меня большая родинка, ее тоже хорошо заметно. То есть какие-то такие уже не совсем мелкие дефекты все-таки эта тональная основа не замаскирует. Она просто, ну, пигментации у нее не хватит и, возможно, стойкости. То есть эти дополнительные нюансики нужно будет маскировать или корректором, или консилером. Если вы прям хотите полностью все замаскировать, то эта тональная основа с этим, к сожалению, не справится. Ну а так визуально тон выровнен, мелкие недостатки замаскированы, кожа смотрится более здоровой, более такой сияющей. Вот так, если повертеть, вот в этой зоне очень сильно сияет, прям и хайлайтера не надо, вот честно. Я, наверное, сегодня вообще хайлайтер наносить не буду, потому что свечение такое прям очень-очень красивенькое. На эту сторону у нас практически все ушло, то, что было на руке. Нужно будет выдавливать дополнительно. И сейчас посмотрим. Вот смотрите. Визуально видна разница между оттенками. При нанесении тональная основа окисляется, возможно, при ношении на лице уже такого окисления не будет. Но мы, конечно, все это сравним уже вечером. А пока давайте переходить на левую сторону. Будем наносить спонжем. Мне кажется, что спонжем вообще будет мега легкое покрытие, потому что кистью, ну, всегда получается плотное покрытие. С этой стороны кистью прям очень легко легла тональная основа, прям очень красиво. И мне, знаете, теперь кажется, что спонжем вообще ее не видно будет на лице. Ну, посмотрим, конечно, сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Опять остатками со спонжика проходимся по верхушечке ушка. И вот здесь вот на шею обязательно распределяем, потому что оттенок все равно немножко темноват. Если все правильно распределить и растушевать, то оттенок будет смотреться очень гармонично. Я вроде бы закончила распределять. Смотрится очень даже неплохо. Визуально, конечно, разница есть. С левой стороны у нас действительно получилось чуть легче покрытие, чем с правой стороны. С правой стороны прям все так очень хорошо смотрится. С левой стороны тоже неплохо. И на левую сторону я прям нанесла так побольше тональной основы, вы видели. Она хорошо распределилась спонжем, прям без каких-то таких грубых проплешин, без каких-то там пятнышек. Все идеально легло. Но я все-таки думаю, что любому тональному средству надо дать хотя бы 15 минут, чтобы оно полностью уселось, впиталось в кожу. И только затем уже смотреть на финиш и на саму кожу вблизи. Ну что же, уже прошло 20 минут после нанесения нашей тональной основы. Вот такой вот финиш получается. Могу сказать, что финиш у нас однозначно не матовый. Финиш у нас с вами липкий, влажный и достаточно-таки сияющий. Если вот так вот дотрагиваться, ощущается, что пальцы прилипают к лицу. И это мне говорит о том, что тональная основа будет легко отпечатываться и смазываться. Поэтому нужно будет обязательно фиксировать ее пудрой. А пока давайте посмотрим на кожу. Визуально кожа смотрится более ровной и более гладкой. Это факт. Вот здесь вот на глазках и под глазками немножечко берется в складочки. Нужно обязательно вот так вот распрямлять, так сказать, подтушевывать и только потом фиксировать пудрой. В плане носа на носу все смотрится хорошо. Носогубные вот здесь вот складочки не подчеркнуты. Пушочек на лице тоже не подчеркнут. Расширенные опоры не подчеркнуты. Визуально все смотрится очень даже достойно. Сейчас предлагаю вблизи посмотреть на мою кожу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я надеюсь, что вам вблизи максимально все было хорошо заметно. Могу сказать, что финиш у нас однозначно получается очень такой натуральный, естественный, очень симпатичный, но такое свечение, прям такое знаете, чрезмерное меня лично напрягает, потому что у меня и так кожа все время сияет, поскольку она жирная, поэтому обязательно буду фиксировать пудрой. И сегодня я решила выбрать вот такую вот пудру от Reluie. Это у нас получается прозрачная финишная пудра в одном цвете, она идет белая, но при растушевке, при нанесении на кожу ее абсолютно незаметно. Отсыпаю немножко в крышечку и затем уже с крышечки буду набирать на пушистую кисть и наносить на свое лицо. Ну что же, с пудрой мы закончили. Сейчас кожа моя смотрится более такой матовой и мне это безумно нравится. Финиш визуально хорошо выровнен, кожа смотрится довольно-таки натурально и очень естественно. И самое главное, что эту тональную основу абсолютно незаметна на коже. Я в последнее время любитель и фанат таких вот тональных средств. Кстати, есть небольшой нюансик у этой тональной основы. Ее светоотражающие частички довольно-таки крупные. Если на сводче на руке хорошо всмотреться, и даже на самом лице, то вблизи можно увидеть отдельные блестки. Если вы, конечно, такое не любите, то вам, наверное, такой финиш не совсем понравится. Но если на расстоянии вытянутой руки смотреть, то визуально это все становится так очень красиво. Получается такое единое освещение всей кожи. Это очень так прикольно смотрится. Мне кажется, эта тональная основа идеально подходит для съемки видео, для красивых селфи, для любых фотографий, для любых мероприятий и праздников. Эта тональная основа прекрасно будет смотреться, когда будет отражать любой свет, и искусственный, и дневной, в принципе, любой. Ну, а сейчас я пойду отлучусь, доделаю свой макияж, и буду ходить дальше тестировать нашу тональную основу. Если, конечно, получится, то где-то часа через три попытаюсь сделать включение и показать, что будет происходить на моей коже. За это время пользоваться пудрой или матирующими салфетками я не буду, чтобы показать вам все, как оно действительно есть в реальной жизни. Ну, а если что-то пойдет не так, и я не смогу сделать включение через три часа, то встретимся уже вечером. В общем, не переключайтесь, встретимся буквально через пару секунд. Ну что, мои хорошие, прошло уже четыре часа после нанесения нашей тональной основы. Вот такой вот результат вы можете видеть. Уже, конечно, очень сильно блестит моя кожа, прям такой конкретный зеркальный эффект. Нужно будет все это дело промакивать матирующими салфетками. Кстати, у меня вот здесь вот кончик носа немножечко пострадал из-за ношения маски. Я сегодня ходила в Еву, покупала себе вот такие вот матирующие салфетки. Бренд, скорее всего, называется Бетокс, хотя я не уверена. Здесь вот тоже какие-то английские буквы. В общем, в этой упаковочке 100 штук салфеток. Вышли они мне около 32 гривен, по-моему, 31,49. Ну, в общем, грубо говоря, 32 гривена. Это очень бюджетная цена для матирующих салфеток. Нам обещают, что эти салфетки будут матировать, убирать жирный блеск, не будут портить макияж и будут деликатно очищать поры. Кстати, вот эти вот салфетки идут у нас с вами с бамбуковым углем. Говорят консультанты, что именно вот эти вот салфетки лучше убирают жирный блеск, чем точно такая же упаковочка, только в белом цвете. По-моему, с какими-то розами, точно не знаю. В общем, мне посоветовали именно вот такие вот черненькие, и я решила к ним присмотреться. Внутри у нас выглядят они вот таким вот образом. открываются вот так вот, достается отсюда салфеточка, она такая черненькая, довольно-таки плотная. Ну, сейчас посмотрим, как она будет промакивать жирный блеск. Промакнем, а затем уже посмотрим на мою кожу. Довольно-таки хорошие салфетки мне понравилось. на устранение жирного блеска у меня ушло всего 3 салфеточки. Это прям рекордное количество. Обычно уходит 4, иногда 5. Кстати, на вот первой салфетке очень сильно хорошо заметно, как блестят сияющие частички. Не знаю, будет вам видно или нет, но это прям тональная основа действительно с какими-то блестками. И эти матирующие салфетки немножечко эти блестки повытирали. Но в целом, тональная основа по-прежнему держится. Каких-то грубых пятен я не вижу. После использования матирующих салфеток вроде бы все по-прежнему на месте. Вроде бы макияж мой не испортился. И вы знаете, очень интересно сделаны эти салфетки. С одной стороны они, видите, такие вот беловатые немножко, с другой стороны чисто черные. И нужно обязательно пользоваться вот этой вот стороной, где они беленькие. Там как раз хорошо заметны следы жирного блеска, потому что с этой стороны они вообще не устраняют жирный блеск. Они получаются просто... Ну, эта сторона сделана для того, чтобы там были ваши пальчики. А с этой стороны, где беленькая поверхность, там уже прикладывать к лицу. Первое впечатление осталось очень положительное. Хорошие салфеточки. Буду их носить с собой везде и всюду, потому что сейчас настало прям такое конкретное очень жаркое лето. У нас сегодня в тени 35 градусов. Прям дышать нечем. Не очень удачная погода для тестирования тональной основы, но я сегодня достаточно длительное время была на улице, под таким хорошим солнышком грелась, и с детками гуляла, и по магазинам ходила, поэтому я считаю, что в такую погоду тональная основа держится пока что очень неплохо. 3,5 часа и лицо выглядит достойно. Надеюсь, что к концу дня я останусь тоже довольна результатом, но там, конечно, будет видно. Предлагаю сейчас посмотреть на мою кожу вблизи и оценить работу этой тональной основы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok за это время тональная основа в поры не провалилась, в морщинке не скаталась, не забилась, все смотрится хорошо, на лице нюансы не подчеркнуты, это большой плюс. Хотя вот здесь вот на щеке я вижу такую прям конкретную блесточку от этой тональной основы. Конечно, блестки это, знаете, на любителя, но в целом смотрится очень даже неплохо. Кстати, делала несколько фотографий на улице, пока с детками гуляла. Кожа на фото смотрится очень красиво. Побежала дальше тестировать нашу тональную основу, встретимся уже вечером с конечным вечерним результатом. Ну а вы не переключайтесь, приятного просмотра, встретимся через пару секунд. Ну что, мои хорошие, прошло уже 8 часов после нанесения тональной основы. Вот такой вот результат у нас с вами получается. Уже очень сильно блестит мое лицо, прям такой хороший жирный блеск проступил. Нужно будет обязательно его убирать. Давайте, наверное, с этого и начнем. Будем пользоваться сегодняшними новыми салфеточками от Детокс. Будем убирать жирный блеск и затем уже будем вблизи смотреть на мою кожу. На уборку жира черного блеска в этот раз ушло тоже 3 салфеточки. Это прям очень хороший показатель. У меня обычно уходит 4-5. Так что могу с уверенностью сказать, что вот этой вот упаковочке мне хватит намного дольше, чем предыдущих. Вот такой результат у нас теперь получается. Уже такое более матовое лицо. В принципе, смотрится очень даже неплохо. У меня здесь тени с зеркальцем сзади. Я в него буду смотреться. Помимо того, что у меня уже порастекалась тушь, немножечко подпечатывалась. Вот здесь кончик носа полностью без тональной основы. Подбородок вот здесь вытерся. Немножечко на щечках сильнее стала заметна моя краснота. Вот здесь немножко на лбу тональная основа вытерлась. Но в остальных местах тональная основа по-прежнему на месте. Я об этом с уверенностью могу сказать, потому что все лицо мое в блестках. Абсолютно все. Такое ощущение, что с каждым снятием жирного блеска вот эти сияющие частички светоотражающие, которые есть в составе, их как будто становятся все сильнее и заметнее. Ну, не знаю, очень-очень мелкие, очень блестящие эти частички. Их прям очень сильно заметно. Особенно вот здесь, вот здесь, а даже вот здесь на лбу прям отдельные блестки прям конкретные заметно. Как будто я посыпала себя какими-то тенями рассыпчатыми или же хайлайтера нанесла на все лицо. Очень так странновато смотрится. В принципе, это довольно-таки интересно, но в повседневной обычной жизни это смотрится немножко странновато. Ладно, если вы идете там на какое-то мероприятие, на какой-то праздник, там, я не знаю, на какую-то вечеринку, тогда да, такой эффект с блестками на лице будет уместен. Но в обычной жизни это, я же говорю, немножко странновато смотрится. Но в остальном дефекты мои не подчеркнуты. Пушочек на лице не стал сильнее заметен. Поры мои визуально по-прежнему спрятаны. Покраснения и мелкие прыщики тоже спрятаны, просто уже немножко сильнее их заметно через тональную основу. Веснушки, кстати, особенно с вот этой стороны, где кистью наносила, уже тоже немножко сильнее заметно, с этой стороны не так сильно. Вообще, неплохой результат, с учетом того, что сейчас лето, я проходила 8 часов без припудриваний и у меня жирная кожа, то вот такой вот результат, это очень даже достойный вариант. с учетом того, что эта тональная основа стоит очень бюджетно, 202 гривны, то вот такой результат прям действительно очень успешен, я считаю. Давайте, наверное, вблизи я вам покажу свою кожу, чтобы вы ее хорошо рассмотрели, а затем уже перейдем к плюсам и минусам этого продукта. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры. Добавил субтитры DimaTorzok Эта тональная основа очень красиво смотрится на коже. Действительно такой эффект фотошопа получается. Особенно на фото и на видео прям очень красиво смотрится кожа. Действительно как будто она заблюрена. Очень-очень красивый финиш. Следующий плюс то, что эта тональная основа действительно увлажняет кожу. Здесь нам производитель не соврал. Она действительно идет увлажняющая, поэтому больше подойдет все-таки для нормальной комбинированной и наверное для сухой кожи. Для жирной как вы видите тоже подходит, тоже можно пользоваться. Просто нужно запастись матирующими салфетками. Следующий плюс то, что эта тональная основа абсолютно незаметна на коже. Ее даже в порох не видно. Она смотрится очень естественно, очень натурально. Единственное, что заметно это отдельные довольно-таки крупноватые блестки. Следующий плюс то, что есть SPF защита 25. Это прям очень достойно, особенно для лета. 25, конечно, это не так много, но все-таки лучше, чем вообще ничего. Следующий плюс это тональная основа отлично выравнивает тон. Прям бесспорно очень хорошо выравнивает тон. Дальше на этом чистом холсте можете рисовать все, что угодно. Следующий плюс это тональная основа замечательно скрывает покраснение, пигментные пятна, какие-то мелкие прыщики, веснушки, даже расширенные поры она прячет очень достойно. Хотя при этом покрытие максимально легкое и комфортное. Следующий плюс это то, что тональная основа не создает эффект маски. Она отлично наслаивается, можно наслаивать не в один слой, а в два, в три слоя, и при этом она все-таки не будет заметна на коже, то есть абсолютно ее не будет видно, поэтому можете экспериментировать, наносить столько слоев, сколько вам нужно. Следующий плюс то, что тональная основа максимально комфортная, она очень легкая, дышащая, невесомая, кожа с этой тональной основой не перегруженная, я считаю, что эта тональная основа ее никаким образом не утяжеляет и не забивает поры, то есть мое лицо за весь день дышало замечательно, несмотря на то, что сегодня прям очень было жарко, мне с этой тональной основой ходить было комфортно, сейчас 8 часов, я по-прежнему чувствую себя хорошо и у меня нету такого, знаете, бешеного желания пойти и умыться, это свидетельствует о том, что тональная основа действительно очень комфортная, и последний плюс, то, что эта тональная основа частично водостойкая, я пробовала смывать сводч на руке водичкой, водичку эта не уползает и не вытирается, но если добавить мыло или какой-то гель для умывания, то тональная основа конечно же смоется, поэтому если вы попадете под мелкий какой-то дождик, под мокрый снежочек, она никуда не уплывет и не смажется, не будет никаких потеков, но самое главное не тереть свою кожу ни в коем случае, тогда тональная основа не пострадает, но если у вас лицо стало мокрым и вы начали его чесать, трогать, то конечно будут следы, будут проплешинки и это будет не совсем красиво. В плане плюсов я вроде бы назвала все, что хотела, давайте теперь постепенно переходить к минусам. Первый минус это довольно-таки большие блестки в составе этого продукта, если вы не любитель такого, то наверное вам нужно обходить это средство стороной, поскольку действительно на коже видны все и я считаю, что этот эффект все-таки на любителя. Следующий минус то, что тональная основа действительно очень быстро начинает блестеть, особенно на жирной коже и в лето буквально проходит час и уже появляется жирный блеск, поэтому нужно запасаться матирующими салфетками или пудрой, но я все-таки предпочитаю матирующие салфеточки, они не вредят вашей коже, не забивают поры и не создают косметики, поэтому в лето советую все-таки пользоваться именно салфеточками. Если вас не смущает то, что тональная основа быстро блестит, можете спокойно покупать и пользоваться. Следующий минус то, что тональная основа от прикосновений, от каких-то трений, даже от ношения маски все-таки вытирается, поэтому если будете пользоваться этой тональной основой, лишний раз свое лицо лучше не трогать, если носите маску, то нужно будет подправлять в некоторых местах, но в остальном в принципе все не критично, то есть каких-то прям больших таких полос у вас конечно не будет, но небольшие проплешинки могут быть. В принципе других каких-то недостатков у этой тональной основы больше нету. Так что с уверенностью могу сказать, что все-таки плюсов у этого средства намного больше, минусов. Если вас такие минусы как бюджетный вариант, то очень даже достойный. А сейчас если вам интересно, предлагаю сделать сводчики всех тональных средств, которые у меня есть от Rimmel и сравним между собой оттеночки, которые у меня накопились, чтобы вам было более понятно, в каком же все-таки цвете идет оттеночек 100 Ivory. Давайте теперь сравним оттеночки, начнем наверное с сегодняшней вот этой новой тональной основы, которая называется Lasting Gradients SPF 25 в оттеночке 100 Ivory. Берем вот сюда вот немножечко. Следующее средство будет вот такое вот Lasting Finish 25 часов стойкости в оттеночке 010 Light Porcelain. Давайте теперь тоже сделаем сводчик. Следующая тональная основа называется Match Perfect в оттеночке 100 Ivory. Давайте тоже сделаем сводчик. И следующая тональная основа, которая называется Lasting Finish 25 часов с толкости Breezeable. Здесь у нас получается внутри вот такая вот система с вот таким вот большим аппликатором. И давайте вот здесь сделаем вот такой большой сводч. Теперь давайте распределим наши оттеночки между собой. Как вы видите, все четыре оттеночка абсолютно разные, друг на друга не похожи. Только вот эти вот два последних оттенка более-менее сочетаются. Это у нас с вами Breezeable, которая идет с аппликатором. Это Match Perfect в синей крышечке. И оба эти средства идут в оттеночке 100 под названием Ivory. вот эти вот два средства более-менее между собой похожи. Даже в плане бутылочек цвет на бутылочке очень даже сочетается. Вот например Lasting Finish в оттеночке 010 Light Porcelain абсолютно не похож. Он прям такой очень-очень светлый, прям белесый с таким розовеньким подтоном. Если вот эти вот два средства идут с таким сероватым подтоном, то Lasting Finish идет у нас с розовым подтоном и вот этот Lasting Radiance вот эта сегодняшняя основа она уже идет вообще с рыжим каким-то таким подтоном прям под загорелую кожу. Я бы сказала что это распространенный оттенок который называется Medium но никак не Ivory. На Ivory вообще не смахивает прям очень такой темноватый оттеночек. Если допустим вот эти вот два средства в летнее время мне максимально хорошо подходят в плане цвета то вот этот Radiance вообще на них не похож абсолютно. Хотя как вы видите сегодня я его носила довольно-таки неплохо смотрелся более-менее натурально но все-таки на коже при дневном освещении была видна разница между оттенками но что ж поделаешь тестирование оно всегда такое. Ну что же я вам максимально подробно постаралась все рассказать про наше сегодняшнее тональное средство покупать его или нет это уже конечно дело ваше личное захотите попробуйте захотите нет тут уж принимать решение только вам ну а на этом я буду с вами прощаться если это видео вам понравилось обязательно ставьте пальчики вверх не забывайте подписаться на мой канал для меня это на самом деле очень очень важно ну и если у вас конечно возникли какие-то дополнительные вопросы не стесняйтесь задавайте мне их в комментариях под этим видео я обязательно на все ваши вопросы отвечу ну а пока спасибо большое за просмотр до скорой встречи